Резолюция 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 нас в Америке. Эксперт указывает на то, что и у США, и у России есть разработки космического оружия, но характер разработок разный. Если в вопросе ядерного вооружения американцы вынуждены уступать, понимая ядерный паритет других стран, то в космическом вооружении они пока первые и не уступят пальму первенства никому. Штаты активно милитаризируют космос для поддержания мифа о своей исключительности, ведь их военная доктрина нацелена на недопущение развития других стран. Оружие является для них сдерживающим фактором со стороны этих стран, со стороны России и Китая в первую очередь. И ядерное комиссию быть не может. Но американцы отрывались в технологиях высокоточного оружия, отрывались в технологиях кибероружия. И естественно там, где они идут впереди, они никогда не идут на договоренность. Они закрепляют, развивают эти направления. И только когда выравнивается ситуация, или кто-то отрывается от них, они никогда начинают прилагать мирные свои инициативы. А пока что свои мирные инициативы выдвигают Россия, Китай и другие державы, выходящие или стремящиеся выйти в космос, кроме США. Инициативы эти направлены на сохранение космоса как мирного пространства и пока что носят ступенчатый дипломатический характер. Здесь перспективы идти только по ступенькам. Все объявляющие договоры по запрещению размещения оружия в космосе я не предвижу. Нужно идти последовательно, запрещая отдельные системы. Только так, наверное, можно. Поэтому сейчас только давление, только выравнивание полиции, кооперация других стран против американских военных программ. Если это произойдет, они шаг назад сделают. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».